В 1918 году вступила в силу первая российская конституция, которая утверждала символы новой страны, флаг и герб. О новом гимне ничего не говорилось. Вместо него использовали знаменитую революционную песню «Интернационал». И только в 1943 году был объявлен конкурс на создание гимна Советского Союза, в котором приняли участие около 200 композиторов и поэтов. Сергей Михалков о конкурсе не знал. Он считался детским автором, а на конкурс приглашали только поэтов-песенников. Написать слова нового гимна поэту предложил военный журналист Эль Регистан, и они начали работу. По словам Сергея Михалкова, они стремились к предельной искренности. Старались писать текст простыми, ясными словами. Ведь гимн должен быть понятен любому человеку государства, от школьника до академика. Свою версию гимна друзья отправили Дмитрию Шостаковичу, а сами уехали на фронт. Тогда они не подозревали, что стали создателями важного государственного символа. Именно текст Михалкова и Эль Регистана на музыку Александрова правительство утвердило в качестве гимна СССР. Впервые новый гимн прозвучал по радио в новогоднюю ночь 1944 года. Он стал гимном Великой Победы над фашизмом, которую наша страна одержала спустя год с небольшим. А 24 июня 1945 года с исполнения гимна начался Парад Победы на Красной площади. Но время шло, страна менялась. Возникла и необходимость в изменении слов гимна. В 1977 году Сергей Михалков вновь включился в работу. Так, во второй раз, появился текст гимна Советского Союза. Третью редакцию «Государственный символ» получил позднее, в 2000 году, когда президент Российской Федерации предложил поэту... ...переработать старый советский гимн. На свет появился хорошо знакомый нам нынешний гимн России, который впервые прозвучал в Большом Кремлевском дворце в канун нового 2001 года. Гимн Советского Союза был исполнен на Новый год с 1943 на 1944 год. До этого в качестве гимна был «Интернационал». История гимна вообще довольно занимательна, и там было много всяких деталей. Но одну историю, которую рассказывал отец, я расскажу. Они приехали с фронта с его другом Эль-Регистаном и пошли в ресторан «Арагвей». В квартиру позвонили, подошла мама, спросили отца, она сказала, что кто просит. Они говорят, что это... Вот такой мужской голос говорит, что это Васкребышев, помощник Сталина, и вот его ищет Сталин. Мама перепугалась, конечно, до смерти. Сначала не хотела говорить, потом все-таки, ну, никуда не деться. Сказала, что они в «Арагве». Тут же за ними приехали, привезли их в Кремль. Все сидели в приемный генералитет, какие-то генералы сидели, военные. И их просто сразу провели как бы к Сталину. Там две двери, тамбур. И первую дверь закрыли, а вторую еще не открыли. И Регистан, и отец, прежде чем открыли вторую дверь, синхронно перекрестились по старой привычке дворянской, и зашли туда. Там был Сталин. Он их ждал, на столе лежал текст. Отец молодой был совсем. Регистан был взрослее и мудрее, и, так сказать, солиднее. Сталин говорит, что вот я прочел текст, хороший текст, но вот тут вот надо, может быть, поменять это так, как любое сделать так. Отец говорит, я смотрю, там работа на пять минут. А Сталин спрашивает, сколько вам надо времени? Я только, мне Регистан на ногу говорит, раз. Он говорит, час, Евгений Саденович. Он говорит, час, ну, хорошо, проходите в соседнюю комнату. Они прошли в соседнюю комнату. Отец говорит Регистану, чего тут час? Он говорит, ты молчи. Это получается, что сейчас поправки, оказывается, такие, что их за пять минут можно сделать, а он нас тут час ждал. Короче, они сделали поправки действительно за три минуты, и сидят, ждут. Сидят, ждут. Прошел ровно час. Вошел по скребушу, сказал, вы готовы? Да. Они вышли, дали текст, Сталин посмотрел. Он говорит, хорошо. Ну, вообще, это можно было сделать за пять минут. На этом их, так сказать, разговор был окончен, и гимн был принят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова